МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. 100 тысяч сразу Павел Малков озвучил дополнительные мероподдержки мобилизованными. Цены вниз. Медленно, но верно. Товары в Рязанской области дешевеют. О чем молчат разрушенные храмы? Рязанская епархия акцентирует внимание на восстановление архитектурных реликвий. Всем мобилизованным в Рязанской области региональные власти выплатят единовременно по 100 тысяч рублей. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Такая мероподдержки прописана в новом проекте регионального закона о дополнительной поддержке семей мобилизованных. Все остальное, помощь, включая поставку амуниции, мобилизованным региональные власти оказывают в полном объеме. Мобилизация для Рязанской области сегодня тема номер один, как очевидно и для всей страны. В Сельцах уже сформирован первый полк из рязанцев и тамбовчан. Мы должны сделать все, чтобы бойцы меньше беспокоились о своих семьях, заявил Павел Малков, открывая правительство. А затем произнес, пожалуй, самые важные на сегодня для многих рязанцев слова. Выносим сегодня на заседание правительства проект регионального закона о дополнительной поддержке семей мобилизованных. Предлагается установить единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Еще ряд мер поддержки. Мы вот, когда разрабатывали законопроект, делали это в очень сжатые сроки, но изучили внимательно опыт других регионов. Еще далеко не все регионы установили вот такие меры поддержки в виде единовременной выплаты. Но те, кто установил, разные суммы есть. Кто-то есть по 50 тысяч, такие как Кострома, Тамбов из близких регионов. Но значительная часть субъектов из тех, кто уже установил выплаты, поставили по 100 тысяч. Изначально в проекте закона значилась цифра в 50 тысяч, но губернатор своим волевым решением увеличил ее вдвое. Кроме единовременной выплаты в законе обозначены и другие пункты. Реабилитация военнослужащих после окончания СВО, право на бесплатную юридическую помощь, а семьям внеочередное обслуживание в учреждениях соцсферы. Проект в правительстве поддержали единогласно. Еще одна важная тема – завершение комплексной проверки региона генеральной прокуратурой. Ошибки, по словам губернатора, есть, уточнять их он не стал. Вы все их и так знаете, многозначительно сказал он. Дальнейшие меры будем принимать с учетом рекомендаций комиссии. Взаимодействие с прокуратурой будем только укреплять и дальше. Я уверен, что скоро результаты этого взаимодействия будут уже хорошо заметны. Тем более, что подходы у нас к работе не едины и общие. Кто закон нарушил, тот должен нести ответственность. Это касается и органов власти, и органов местного самоуправления, подведомственных учреждений. А дальше пошел разбор полетов на местах. Тех, кто сетует, в области по-прежнему хватает. Их заявки, а также все поручения губернатора тщательно фиксируют. В Клепиковском районе недовольны двумя участками сельских дорог. В следующем году, судя по всему, по весне их отремонтируют. А вот по качеству воды жалоб все больше. В Краблинском районе, в поселке Быковская степь, из кранов течет смесь с пятикратным превышением железа. Чиновники только разводят руками. Оправдания главы района были невнятными, и на это Павел Молков указал отдельно. Вы же видите, что жалобы есть. Причины, почему вода плохая. На людей не доводится. Поэтому и появляются всякие версии. И второе, я услышал, что все-таки нет решения проблемы. Люди говорят, что вода плохая. Мы говорим, что разрабатываем проектно-сметные документации. Но я сроков никаких сейчас не услышал. Решение по этому водопроводу теперь будет принимать министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. Возможно, ему придется проехать и в Солочью, где качество воды хромало всегда. В этом году здесь построили уже три объекта, но лицензии на их подключение пока нет. А превышение железа в воде по-прежнему ощутимое. На вопрос, почему, ответ получился комплексным, а диалог забавным. Это решение полностью закроет все проблемы в районе? Анализ воды, который вот сейчас был сделан после приемки работ, показал, да, проблема решена. Хорошо, просто да. Будем наблюдать. Так, сейчас вот уже полностью вопрос закрыт. Нет, вопрос не закрыт, потому что не введена в эксплуатацию. Она будет отведена. После получения лицензии. Когда будет лицензия? Срок какой-то назовите, когда проблема будет решена. Специалисты называют срок два месяца. Срок в два месяца Павел Молков назвал чистой бюрократией и попросил Елену Сорокину лично ускорить процесс. В интересах жителей Солочи в том числе. Виталий Артемов назначен заместителем председателя правительства Рязанской области по развитию агропрома. Об этом губернатор Павел Молков написал в своем телеграм-канале еще вчера. А сегодня на заседании правительства он представил Артемова официально. Новый зампред уже работал в здании на улице Ленина, был министром сельского хозяйства региона и зампредом правительства области. А до этого был мэром Рязани. Он шестой по счету. Опыт работы очень большой в государственных и в коммерческих секторах. Вообще коллеги сельское хозяйство это конечно гордость нашего региона и такой мощный драйвер развития. Нужно обеспечить развитие отрасли. Итак, Евгеньевич, мы с вами уже основные приоритеты обсудили, задачи обсудили. Поэтому вам успехов в работе. Годовая инфляция в Рязанской области по данным Банка России продолжает снижаться. В сентябре она составила 14%. Замедляется рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, поскольку снизились и сдержки производителей и поставщиков. Предложение по отдельным видам продовольствия расширено. Осенние укрепления рубля и увеличение предложения на рынках – основные моторы реверса цен. Например, в Рязанской области работает один из крупнейших в стране производителей яиц, которые ежегодно увеличивают поставки на рынок. Понятно, что на эту продукцию пошло снижение. Ну и конечно же на первом месте в списке причин рекордный урожай. Во-первых, в этом году посевных площадей под картофель стало больше на треть, увеличили аграрии и сбор сахарной свеклы. В Рязанской области площадь посевов этой культуры максимальная за последние годы. А где свекла, там и сахар. Его тоже сегодня в избытке. И хотя он дороже, чем в прошлом году, но рост цен не такой значительный, как раньше. Не в последнюю очередь, конечно, повлияли и меры экономической поддержки от властей региона. В первую очередь налоговые. Результат в общей картине не заставил себя ждать. Для субъектов малого и среднего предпринимательства были снижены налоговые ставки по налогу на имущество организации, исчисляемую от кадастровой стоимости объекта. Были также снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Максимально для налогоплательщиков, осуществляющих производство изделий народных художественных промыслов, в три раза для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в обрабатывающих производствах, и для плательщиков, перешедших с единого налога на вмененный доход. Эти меры и другие в сфере налоговой политики оказали свое положительное влияние на исполнение доходной части и по итогам 2021 года у нас темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составили почти 120%, за первое полугодие текущего года – 127%. По мнению экспертов Банка России, условия производства, то есть стоимость сырья, комплектующих, доставки изменились, и рынок подстраивается к этим изменениям. Цены должны быть такими, чтобы они устроили и покупателей, и поставщиков. На это слаживание, вероятно, уйдут этот и следующие годы. После этого инфляция придет в норму и будет составлять примерно 4%. Вековой юбилей конструкторского бюро Туполева сегодня отмечали в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Здесь открыли выставочный проект «Полет сквозь годы». Организаторами выступили Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького и Рязанский музей дальней авиации. Макеты самолетов, разработанных конструкторами легендарного предприятия. Книжное издание о жизни знаменитого конструктора Андрея Николаевича Туполева. Издание об истории старейшего в России конструкторского бюро и российской авиации в целом. Статьи в журналах и фотоматериалы. Все это в зале библиотеки. Молодое поколение, они зачастую даже не подозревают о таких знаменитых людях, как Туполев. Это мне, например, очень обидно. Поэтому мы всегда стараемся преподнести, особенно школьникам, молодым поколениям, вот эти все, всю эту историю создания авиации, в частности, конструкторов различных. Часть личных вещей Туполева нам по приказу дальней авиации мы вынуждены передать, были парк «Патриот» для демонстрации вот этого КБ Туполева столетию. Вот так, там много личных вещей Андрея Николаевича Туполева, приборы, инструкции. Вековая история авиационного бюро Туполева – это уже легенда. Хотя сам конструктор стал легендой еще при жизни. Андрей Николаевич Туполев – генерал-полковник инженерно-технических войск, академик. Вот посмотрите за свою жизнь, сколько он много сделал. И сегодня, вот возьмите, вот так вот в памяти отложите, вот за это время, когда он руководил КБ, линейка тушек была более 100. Вот представляете, 70 прошло в серию. 100 различных модификаций тушек. 78 мировых рекордов установлено вот на данных классах авиационной техники. То есть какой это был человек, да? Выставочный проект сопровождается аудиоэкскурсией-презентацией. Прикоснуться к миру высокого полета можно в библиотеке имени Горького. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С мая прошлого года молодежный отдел Рязанской епархии ведет проект «О чем молчат разрушенные храмы». Его цель – сохранение уникальных, уже не действующих храмов Рязанской области. В областной библиотеке имени Горького открылась очередная выставка, где внимание акцентируют на 25 объектах. За полтора года работы команды проекта посетило около 70 сел и городов Рязанской области. Собранные за это время фото и видеоматериалы послужат для реставрации, а также консервации уникальных архитектурных памятников, ныне – недействующих храмов. Представители проекта общаются с заинтересованными местными жителями о том, какие действия необходимо совершить для возрождения храма. Совместно очищают развалины и прилегающую территорию. На данный момент в двух храмах Пронского и Старожиловского районов местные активисты, руководствуясь методическими рекомендациями, активно начали восстановительную деятельность. Мы хотим привлечь внимание общественности, возможно, меценатов, которые захотят восстановить какой-либо храм, но и замотивировать местных жителей в селах, у которых храм в таком рунированном состоянии, чтобы они каким-то образом, может быть, захотели поучаствовать в восстановлении храма. На фото-выставке представлены 25 фотографий во всей полноте, показывающие хрупкую, с каждым годом исчезающую красоту святынь. Авторы фотографий много месяцев по бездорожью, в любую погоду ездили в отдаленные села. Эта работа продолжается и сейчас. Цель выставки – показать всем жителям области, как много мы можем утратить, если сейчас не начнем вносить свой посильный вклад в восстановление рязанских храмов. Сам проект, его форма, может быть, и не нова. Ну, фото-выставка, но облет и фотографирование разрушенных храмов. Казалось бы, ну что здесь нового? Но во время одной из наших поездок мы разговаривали со священником, который лет 30 назад приехал в район и видел эти храмы. И при нем они, к сожалению, уже разрушались. У него не было возможности. И тогда не было сил восстанавливать храмы. Он говорит о том, что если бы мы тогда начали, то многого можно было бы и предотвратить. Наша задача – сеять зерна добра среди тех людей, которые хотят восстановить утраченные храмы, подтолкнуть их к активной деятельности. Отметил Павел Коньков и подчеркнул, что для восстановления облика нашего родного края необходима реконструкция храмов. Ведь за каждым из них стоит своя история, традиции, память людей. Это действительно шедевры архитектуры. Если они пропадут, это будет на нашей совести. В том числе это будем виноваты в этом мы, жители нашего региона в наше время. И подобная выставка, и вообще все то, что мы делаем для того, чтобы привлечь внимание к подобному, даже не то, что к проблеме, а к подобному явлению в нашей жизни, служит для того, чтобы мы же, как люди, задумались, мы же подумали о том, что вдруг я что-то могу сделать. Казалось бы, ну это все проходит мимо меня. Ну где я и где разрушенный храм? Но силами каждого человека по чуть-чуть покрупиться мы можем восстановить, мы можем хотя бы сохранить. Уникальные формы таят в себе сакральные смыслы и культурные коды, которые ясны даже человеку нерелигиозному. Восхищаясь монументальными постройками прошлых лет, мы становимся сопричастными к творениям наших предков, для которых храм был особым местом. Люди поселялись в какой-то местности, они в первую очередь строили храм. Строили храм на самом красивом и даже высоком месте. И вокруг этого храма потом появлялось селение. И очень часто даже населенные пункты получали имена, названия в честь храмов. И вот такие названия, как селы Преображенская, Успенская, Никольская, Спасская, Сергеевка и так далее. Это все говорит о том, что именно в истории этих населенных пунктов были храмы с такими названиями. По QR-коду всем посетителям выставки доступна электронная экскурсия, знакомящая с храмами, изображенными на фотографиях. Выставка представлена в Гербовом зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького с 17 по 31 октября. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом все новости вторника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова